Здравствуйте! Всё, кино не будет. Электричество кончилось. Смотрите, сколько тут разных магнитов. Я тоже являюсь магнитом, так как вырабатываю магнитное поле. Приклеил к колбу магнит, раскрутил эфир и шевелю извинами. Что, не верите? А вот некий великий гений Черепанов Алексей Иванович утверждает и даже доказал на своих неповторимых опытах еще шесть лет назад, что электричество в любом виде не существует ни в проводном, ни в беспроводном, то есть в статическом. Черепанов Алексей Иванович, я сразу хочу сказать, что я, наверное, против всех вас сейчас буду выступать. Поэтому давайте гвалт не устраивать, а просто я сейчас выскажусь. Потом, если хотите, через интернет можем открыть дискуссию. Это первое. Теперь второе. Второе, оно, в общем-то, такое фундаментальная вещь. Вот то, что сказал Анатолий Ильич. Он сказал буквально следующее. Что? Никто не открыл магнитные заряды. Есть только магнитные взаимодействия. Некие фотонные эфирные массы, которые бегают туда-сюда. Фотоны, фотоны. Вокруг одни фотоны. И все, и вся есть магниты. Посмотрел я на его гениальные ролики, подучился. И теперь смотрите, я сам могу вырабатывать свет силой мысли. Точнее, создавая вихревое магнитное поле в своих полушариях. Не скажу, в каких именно. И это все из-за того, что вся Вселенная – это единый магнит. Запомните, электричество не существует. Ни в проводах, ни в беспроводного, ни статическое. Все и везде есть магниты. Проявления, которые называют статическим электричеством, на самом деле, это все магнитное поле. Сделаем потемнее и подробнейше покажу. Как видите, я вырабатываю магнитное поле, которое преобразуется тут же в электричество. Можно подключать моторчики, что там еще, какие-то там девайсы. И все будет работать. Вот видите, вот тут горит, тут горит. Так и так. Видите, кругом магниты. Они мне помогают. Вот, пожалуйста, можно и такое. Вот видите, и это горит, и это горит. И вместе горят. И так, и так. Можно хоть в пляс спуститься. Думаете, важно вот эти вот проводнички, что ли? Может, они как-то там магнитное поле еще добавляют или что? Нет, абсолютно не имеет значения. Все в моих руках. От мозга. Вот по этим проводникам идет магнитное поле. И фотоны туда-сюда. Вот, пожалуйста, и так они светятся. И так светятся. И эдак. И вот так. И так. И без разницы. Видите, вот я, касаясь руками, замыкаю магнитное поле. И тем не менее, у меня все равно горит. Так не горит. Так не горит. Горит только так. Потому что магнитное поле. Вот оно. Вот течет по проводникам. Я стал проводником. Все у меня шевелится. Кругом магниты. Раз. И загорелось. Надеюсь, ни у кого мысли не возникло, что я тут из СВЧ-печки магнетром балуюсь. Или, может, установкой Теслы. Излучения тут никаких нет. Это все я сам создаю. Согласно теории гения, о котором я вам сейчас подробно расскажу. И я сошла с ума. Какая досада. Ладно. А теперь серьезно. На этот раз будет необычный выпуск и совсем не по плану. Да, я еще тут нудист. Поэтому у тех, у кого чесотка, в некоторых местах. Включайте ролик на вторую скорость. Ну, только не нуйте. Недели две назад я, по мере возможности, готовил ролики совсем на другую тему. Но мне попался некий якобы ученый-деятель, ученый-мученый, который, по моим меркам, превзошел в маразме всех, которых я встречал на просторах интернета. Многие, конечно, кто меня знает, в курсе, что кроме исследований и разработок по следам древних энергий, я более шести лет занимаюсь разоблачением мошенников, аферистов и других, сдвинутых мозгом, аборигенов, которые сильно мутят воду в сторону свободных энергий и вечных двигателей. И множество раз подчеркивал, что я самый ярый альтернативщик и не признаю всю ту традиционную официальную ложь про физические процессы, историю и намеренные вбросы на то, чего не существует. И, конечно, следует исправлять все то, что насочиняли в физике те древние заговорщики, которые называли себя учеными более ста лет назад и которых специально обученные люди направляли по составленным методичкам туда, где главенствует ложь и невежество. Мною объявлена война тем, кто уводит от реальности в некие дремучие заросли нашу цивилизацию, которая захвачена паразитариями. Они сумели заразить мозг и в школах, институтах и теперь еще в интернете программируют зомби, верящих любому лживому слову и не пытающимся хоть как-то проверить или найти истину, нас все больше и больше превращают в серую биомассу. Примеры подобных зомби я много раз показывал на своем канале. Ровно 4 года назад в одном из выпусков, перечисляя очередных приматов, мною был показан такой эпизод. Вот тут уже покажу товарища отборная просто биомасса, там полное отсутствие мозга, абсолютнейшее. Беру, подключаю пилотонар. Потребление 8,8. Я там долго показывать я не буду, потому что тут просто невозможно спокойно смотреть. В общем, смысл такой, чел подключает к аккумулятору через какой-то якобы преобразователь нагрузки светодиодные. И вот там первая нагрузка, там полампера, вторая по идее должна дать еще полампера, то есть ампер. А получается, что он когда их подключает, вот например, три нагрузки потребляет столько, сколько две. Но он же не смотрит, какое напряжение, что оно у него падает и куча проводового всего. Соответственно, у него ток падает из-за того, что напряжение упало. И нагрузка не развивает мощность потребления. Но этот же придурок не понимает этого. И что вот он несет? Его спрашивают, а что ты тут делаешь? Так посмотри, типа, потребление, вот. И самое эпичное, вот самое, что я, вот, ну полное отсутствие адекватности и нормального состояния. Ищу спонсоров там. Вот у меня тут прямо все на мази. И вот я выкладываю для того, чтобы знали, что был такой Саша, сделал кое-что для пользы людей, а не то, что деньгу напечатал. В общем, в каких-то грезах чел находится просто в диких. Но это еще не все. Ну тут вообще страшное дело. То ли он укуреный, то ли что. Это тоже ужас, слушать невозможно. Якобы у него там что-то как-то показывает, вот, на этот прибор у него прыгает что-то здесь напруга, и он считает, что там у него электричество атмосферное. В общем, полный дебилизм. Тут, конечно, народ, просто я не смешу его смотреть, его тут никого и нету. Дело не в том, что вот никому неизвестный придурок. Дело в том, что это основная масса идиотов, которые вот идут последовательно за этими всеми пастухами, типа тирхи, и которые вот лезут в это болото идиотизма, полнейшего идиотизма. И вот последнее. Теперь смотрите. Вот этот придурок взял, разрядил аккумулятор, ну нагрузку ему хорошую дал, что он там до 9 вольт упал. И теперь подключает прибор и смотрит, что у него напрюга поднимается. И этот придурок считает, что у него самозаряд аккумулятора происходит. И все, теперь пойдет у него дело. Вот представляете, из чего состоит интернет? Вот с абсолютно конченых идиотов, которые составляют эту основную массу, эту биомассу, которой кормятся вот эти все аферисты. Почему и существуют эти все аферисты? Почему мошенники себя так вольготно чувствуют? Потому что существуют вот такие идиоты, которые считают, аккумулятор может самозарядиться. И это все на полном серьезе, на полнейшем. То есть невежество страшнейшее. Так что вот, вам два экземпляра, из которых в основном состоит сообщество БТГ-последователей. Ну, а сейчас я вам... На то время для меня он был дегенератом номер один. Так как у этого чудика было полное отсутствие понимания причинно-следственных связей и реальности. Но он, откровенно, считал себя гением, который вот-вот подарит миру самозаряжаемые аккумуляторы и самосветящиеся фонари. Вот оно истинное благо. Но на почетном пьедестале Сане придется подвинуться на второе место, так как я нашел ему достойную замену. Конечно, некий Вася с сельского гаража может не слишком интересной модель для сравнения, так как придется на его место воздвигнуть некого монстра уже из научного мира, вроде как спеца по ядерной физике и позиционирующая себя как минимум на Нобелевскую премию, выпускник МИФИ 1978 года. И вот он на старости лет вероятно решил перевернуть мир и теперь двигает свою настойчивую теорию, что мы все и вообще все есть магниты. К слову скажу, я хоть институтов не заканчивал, но в то же самое время с 1977 года уже работал на электромеханическом заводе и еще на полставке руководителем радиокружка во дворце пионеров. Показывал различные опыты взаимодействия магнитов, электромагнитов и все, что связано с электроникой и радиотехникой. Да и в своей активной изобретательской деятельности в качестве конструктора уже в середине 80-х было кое-что изобретено и по магнитным двигателям, которое пошло в серийное производство, а не осталось пылиться на полках в виде теории. И вот тут на просторах вселенной замелькал некий гигант мысли. Несколько лет назад он мне уже попадался. Я пробежался по его бредовым роликам, поржал и занес свой черный список. Но тогда я упорно занимался разоблачением слободяна и тирхи. Было не до него. Тем более, что парочка клоунов держала в наркотической эйфории сотни тысяч сектантов. А слободян примитивным обманом и своими фокусами успел кинуть кучу инвесторов со всего мира на многие десятки миллионов баксов. А тут вижу наш мученый трется в различных тлачных пабликах, навязывая свои гениальные идеи. Увидев весь этот маразм происходящего, я, конечно, свои пять копеек вставил. Ну и понеслось. Нашла коса на камень. Сами видите. Перец мне предъявы кидает, мол, я поверхностно подошел к его гениальному посылу, да и вообще в физике не разбираюсь. Неким Максвеллом меня тычет, типа он его теория проверк. И главный вопрос у физика ядерщика, почему у заряженных и разряженных батареек разная намагниченность. Ну, чтобы вам стало понятно, вообще о чем речь, нарежу несколько фрагментов. Кстати, ролики со своими детскими опытами он записывал еще шесть лет назад. И всю эту дурь разносил по всем конференциям и каналам. Только пару лет назад он несколько усомнился в корректности своих опытов и решил кое-что перепроверить. Через четыре года Карл накидал еще большего маразма. Перед тем, как показать фрагменты, вот что хочу сказать. Меня вообще не интересуют те аборигены, которые называли себя учеными более ста лет назад. Ни Ленци, ни Фарадей, Максвейл, Эдисон, Эйнштейны, Кулоны, Ньютоны, Томпсоны, да те же амперы с вольтами и совсем уже сказочными обезьянами типа Пифагора, Диогена, Аристотеля. Уважаемые, мы живем в 21 веке, почти 24 год уже. Эти приматы жили более ста трехсот лет назад, а то и тысячи. Тот же Максвелл, которого так лихо растоптал гений черепанов, родился в начале 19 века в Англии почти 200 лет назад. В годы его детства только начали строить железные дороги и стали дымить паровозы. Люди жили при свечах и лучинах, в качестве транспорта были только лошади, даже когда он поступил в Кембридж, там все пропахло конским навозом, ни телевизоров, ни мобильников, ни компьютеров, ни даже калькуляторов с арифмометрами. Про электричество и другие сопутствующие фишки развитой цивилизации начали только обсуждать и пытаться понять, что и как. Из того же навоза и палок, ковыряясь носу и плея в потолок, высасывали свои бредовые теории, согласно их уровню развития на тот период. Возможно, они были гениями в свою эпоху, но это же уровни некого племени из диких островов. Дайте тому же Максвеллу мобильник в руки, он же крестится и начнет и восхищаться, что икона с ним общается и тут же в какой-либо храм потащит для общего поклонения и моления. Но дайте тот же мобильник любой современной домашней мартышке, она тут же вам и клипы найдет, и ролики со своими сородичами, или ребенку одного-двух лет. Он этого примитива прапрапрапрадеда начнет учить, как им пользоваться. Мы находимся на таком уровне развития, когда у каждого в кармане и дома есть суперкомпьютеры, способные за доли секунд разобраться со всеми бредовыми теориями, которые насочняли наши предки за десятки лет своей тормознутой жизни, а то и за свою доисторическую жизнь. Мало того, те, кто называли себя учеными, в те времена все находились под строжайшей цензурой и отрабатывали методички паразитариев, которые были пастухами всего этого псевдонаучного стада. Они дружно исковеркали всю реальную историю, науку, построили цивилизацию, в которой основа это ложь, хроническое невежество и насилие. Поэтому я никогда не основываюсь ни на каких теориях, постулатах и формулах замогильных мумий, так как мы живем в искаженном мире по их же прихоти. Я верю только тому, что доказал себя сам, и использую только то, в чем убежден, причем самых младших классов. Кстати, старинные ролики и фотки, что вам показываю, они сняты в конце девятнадцатого века, когда Максвелл уже умер. Вы видите тут рассекающие по дороге автомобили, трамваи, гроздья проводов, антенн, электрических фонарей, полыхающие неоном витрины, и я не вижу. Тут только полная дремучесть позапрошлого века, в ошибке обман, который нас заставляет до сих пор верить. Я пообещал этому псевдофизику и ядерщику, что буду бить очень больно. Я провожу свои очередные эксперименты, в которых я пытаюсь доказать, что электростатического или электрического поля в природе нет. Батарейка она собой символизирует накопление каких-то зарядов. Физика всегда считала старая физика, что там накапливаются плюс и минус заряды, и соответственно вот они батарейки перед вами лежат, и соответственно там вот видно помечено там где плюс и как бы устоявшееся мнение, что там и есть заряд плюс. Вот у меня три красные батарейки, они абсолютно разряжены, я их как бы уже на выброс приготовил, но вот видите для эксперимента они сейчас пригодятся. А рядом совсем свеженькая батарейка, только недавно купленная, там все заряжено, все там хорошо, и вот интересно было бы проверить и сравнить. Значит здесь у нас заряд есть, на этих батарейках у нас заряда нет. И как они ведут, будут вести себя вот с этой железкой. Итак, вот смотрите, я беру, начинаю подносить, подносить, вы видите, что стрелка никак не реагирует, я переворачиваю, вот железка это не реагирует. Значит смотрите, в моем понимании, как бы у старых физиков одно понимание, у меня тоже другое, я так понимаю, что здесь нет свободных электронов и здесь нет свободных электронов, которые формируют вот тот самый плюс, то что я называю южный магнитный полюс, а здесь у нас минус, то что я называю северный магнитный полюс. Вот этих свободных электронов нет, они собственно являются вот этими зарядами, в моем понимании, в понимании физики и микромира. Поэтому железка не реагирует. Так, проверяем другие. Значит, запоминаем это здесь, теперь эту берем. Ну вот видите, реакции никакой нет, третью берем, ну вот, пожалуйста, таким образом можно вообще проверять, заряжена как бы батарейка или нет. Немножечко, немножечко отклонения было, немножечко, ну практически нет, нет этого отклонения. И так вот, вот нет зарядов разряженной батарейки. А вот свежая батареечка. Значит, смотрим. Итак, вот смотрите, у меня здесь плюс. Вот плюс, да? Вот плюс. Значит, здесь южный магнитный полюс. Я подношу к красной стрелке. Она отклонилась и что? Синяя стрелка притянулась. Ну вот, опять вопрос, а может все-таки я не прав, не железка там, а постоянный магнит? Ну, либо очень слабый магнит. Вот, даже не могу вам точно ответить, но смотрите, что происходит. Значит, ну вот я, пожалуйста, видите, плюс с минусом, да? Так, ну уберем подальше, пока вот это, чтобы нам не мешало. И вот смотрите следующий эксперимент. Значит, у меня висит постоянный магнит. Итак, здесь магнит, может он слабый или что-то, он не реагирует. Этот магнит мощный, более мощный. Он реагирует и я его могу как бы проверить своим вот таким магнитом. Вот у меня здесь, значит, с этой стороны мне помечено южный магнитный полюс. Я подношу и он должен развернуться. Вот видите, он развернулся. Видите, там буковка Н. Вот он развернулся. Все. Значит, два постоянных магнита прореагировали. Я проверил. Значит, итак, там постоянный магнит. Здесь у меня реакции никакой нет на стрелке, да? А теперь я проверяю, а как постоянный магнит более мощно реагирует. Я начинаю подносить. Ну, вы видели, да? Значит, как бы, ну, магнит, магнит, смотрите, что интересно. Магнит даже как бы не развернулся, он просто примагнитился, вот, ну, как будто, ну, как простой железки. То есть, понятно, да? То есть, здесь как бы ничего поляризованного нет. Вот, смотрите, еще раз. Вот я подношу. Так, чтобы было видно. Вот видите, не разворачивается магнит. Он просто примагнитился, как обычной железки. Хорошо. Теперь у меня, я считаю, здесь южный магнитный полюс. Здесь полно свободных электронов, потому что батарейка заряжена. И я начинаю свой эксперимент с этим постоянным магнитом. Я начинаю подводить. Смотрим, что происходит. А здесь-то, смотрите, магнит развернулся. Здесь он развернулся, и видите, он примагнитился N. Вот, вот почувствуйте разницу как раз, вот, что такое свободные электроны, что такое заряд. Вот он и есть заряд. Это магнитный заряд. Здесь свободные электроны создают именно магнитное поле. Поэтому постоянный магнит развернулся. Вот две одинаковые батарейки, по сути, да? И здесь, и здесь железка. Но здесь зарядов нет. Здесь просто железка. Поэтому магнит реагирует как с железкой. А здесь заряды есть, и поэтому магнит реагирует как с, ну, как сказать, с временным магнитом, который создали свободные электроны. Вот, ну, теперь, ну, не знаю, понимаете. Вот я подношу. Еще раз, да? И вот мы фиксируем. Видно, да? Вот плюс, и вот минус, как бы, там, где минус, у нас, что у нас там? У нас там северный магнитный полюс, да? На вот этом вот, как бы, и вот с той стороны, с которой я подношу, как раз все правильно. Стрелка сейчас смотрит на северный географический магнитный полюс. Он там у меня за спиной. Вот. И там же у нас находится южный магнитный полюс. Поэтому все правильно. Здесь у нас южный магнитный полюс. Вот я подношу, и вот она реагирует на южный магнитный полюс. Переворачиваем. Да, смотрим теперь, что будет. Вот я подношу. И вот, пожалуйста, значит, здесь-то у меня северный магнитный полюс, стрелка у меня повернулась. Все правильно. Давайте теперь еще раз, еще раз поработаем вот с тем магнитом, который висит. Вот. Здесь у меня N, и здесь у меня N, и здесь северный полюс. Итак, я подношу именно вот с этой стороны. Смотрю, как будет все происходить. Ну, вы видели, он повернулся. Постоянный магнит повернулся. Еще раз. Еще раз. Так, успокойся, дорогой. Итак, здесь у меня буква N. Так? На обратной стороне у меня ничего нет. Вот. Вот, ничего нет. А здесь у меня буква N. Вот. Видно, да? Буква N. Так. Это у меня обозначение северного магнитного полюса. Еще раз. Здесь у меня тоже северный магнитный полюс. Я начинаю подносить. Смотрим. 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 Все. Развернулся. Ну, и кто мне теперь скажет, что здесь, что здесь заряды, это так называемые заряды минусы. Да не так-то. Здесь у нас свободные электроны, которые поверхности, вот эти поверхности, развернуты своими северными магнитными полюсами. А на этой железке тоже свободные электроны, тоже другие, которые развернуты южными магнитными полюсами к поверхности вот этой вот железки. вот так это можно себе понимать прошлом ролике я очень много как бы пытался объяснить ну как я понимаю я могу тоже ведь ошибаться еще раз говорю что вот бумага и пластмасса да вот пластмасса и бумага они имеют разную внутреннюю магнитную структуру и вот я принципе же этот эксперимент делал но я хочу повторить значит я сейчас на тру линейку и вот с этим постоянно магнитом работают так сначала относим к стрелке стрелка реагирует теперь наводим сюда и смотрим ну там у меня буквы н так качается так давайте еще раз давайте еще я как я утверждаю что я намагничиваю пластмассу ну вы видите все сами я ничего не делаю только поднес вот она опять висит да ну что-то происходит что-то происходит четко понять все что там происходит довольно сложно так давайте развернем ну чё она качается она же качается не просто так я же не касаюсь ничего ветром не дует ну прям касается чуть-чуть касается опять отходит но прилипло смотрите совсем прилипло ну хорошо видно ну ребята я не знаю вот вот вам простой эксперимент вот как я считаю как ну что здесь могло происходить почему так вот не сразу здесь же на поверхности много свободных электронов и для того чтобы они собрались вот в этой точке где этот магнит висит да ну время нужно там тоже внутренняя магнитная структура как бы все это не так быстро происходит но тем не менее было видно что вот я поднес проходит время и магнит прилипнет но пластмасса же не магнитный материал давайте натру будет эффект потому что я уже проводил не раз или как бы я же понимаю что я делаю давайте еще раз вот я держу она качается раскрасывается что там происходит какие там этот процесс ну да магнит как бы тоже облучается фотонами это тоже кстати надо учитывать но тем не менее вот все прилип ну вы видели я ничего не делал вот он опять все залип видно да залип ну любители физики попробуйте как-то по-другому объяснить я не знаю здорово башкой 3 ну что я думаю все очень красноречиво по-прежнему остаюсь при своем мнении электростатического поля природе не существует что такое магнитное поле мы до сих пор не знаем мы как бы видим в физиализации вот этих экспериментов что она как бы есть но как это работает нам предстоит все эти речатища спасибо за внимание всего доброго ну что ребята как вам пациент закатываем назад конечно я не все показал так подрезался да и ускорил там невозможно все смотреть это вот самые ключевые места я оставил а так там такой же дурдом если не хуже правда я еще не показал другие ролики это еще на час-другой затянется там всякое разное есть продолжение и отрицание то что было так стало эдак то у него бегают свободные электроны то потом куда-то одеваются 8 не адекват полнейший и самое страшное в этом всем что вроде человек прожил жизнь уже достаточно пожилой уже столько навидался по идее а ведет себя как ребенок из детского сада то есть не понимает что он делает а что это а что это а почему это да вот должно быть так а почему не так и главное настолько быть упоротым уверенным в этом что он творит вот я подсобрал немножко тут магнитов то что у меня под руками было и вот то что он показывал все что у него было это все как это можно делать научные открытия огромнейшие приличные серьезные фундаментальные максвелла опровергать и делать это все одним компасом и ковыряясь в носу вы же видели сколько вот моих роликов прошлом где-то я в течение пяти лет их много показывал мне и такие такие приборы чего только не применял вот могу вспомнить как вот и такое показывал вам прямо вместе с такими же опилками о и Продолжение следует... Или вот сборка магнитов им по 50-60, может даже 70 лет. То есть не то, что я там их вижу первый раз, как этот дятел. Такое ощущение, что где-то наковырял пару магнитиков и вот теперь думает, а что же с ними такое происходит? И вот ему так понравилось, что он решил, что все кругом магнитное. Так как он вопросы мне интересные задает, что почему батарейки у него вдруг с полюсами стали? И почему какие-то свободные электроны, фотоны? В общем, отборнейший бред. Конечно, все это я использовать не собираюсь, только вот пару элементов каких-то. То, что я вам показывал раньше при помощи специальных датчиков, индикаторов. Вот как надо смотреть на все магниты, проверять их, обнюхивать, общупывать. Вот таким образом. Или даже вот, когда у вас есть вот такое, вы можете экспериментировать. То есть подходить абсолютно серьезно к делу. А не так, взял первый раз, подвесил на что-то, непонятно чего, и ковыряйся. Взял пару каких-то там батареек и что-то с ними вытворяет. Вот такие надо опыты показывать на взаимодействие. Если это нужно каким-то детям, потому что ощущение такое, что он это детскому саду показывает. Вот видите, какие узоры рисуются при помощи магнитов. Все можно это увидеть при желании. И понять, как это работает. Для меня вообще работа с магнитами вполне естественная. И мне не надо думать и размышлять, а может так получится, или так получится. Прикладываться неизвестно что и к чему, чтобы разобраться с этим. Но так как этот перец вымоченный или замоченный, как он там батарейки мочит, это конечно я исключил. Если он только пользовался компасом, то придется и мне пользоваться только компасом. Поэтому я это все уберу. Покажу дальше, с чем мы будем работать. И перейдем на измерение компасом. Хотя, конечно, это самое последнее, что нужно делать, это использовать компас. Покажаем. Покажаем. С néр. Рани 위해서 компасом. Покажаем. Прикладываться. Продолжение следует...